ФСБ возбудило уголовные дела против руководителей Росавиации, об этом накануне сообщили известия. Причина – незаконный вывод за рубеж, и вот теперь держитесь за что-нибудь, 59 самолетов и вертолетов. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Не буду вас утомлять подробностями об обысках, следственных процедурах и бла-бла-бла, скажу только, что дела возбудили в отношении высокопоставленных чиновников. Один из которых занимался государственной регистрацией судов, вторая инспектировала их передвижение. Со схемой особо не заморачивались. По поддельным документам в виде чартеров или по левым договорам техника отправлялась за рубеж, где их растворялось. Как выяснилось, ступо распродавалось в том числе покупателям из так называемых недружественных стран, что-то, к слову, даже на фронте всплывало. Вот, например, известия пишут про вертолеты Ми-8 из числа тех самых потеряшек, которые якобы принимали участие в боевых действиях на стороне Украины. Так это или нет, сейчас говорить рано. Дела только возбудили. До решения суда никто не имеет права выносить вердикты о виновности или невиновности человека. Хочу обратить, уважаемые коллеги, ваше внимание на это и сказать, что борьба с коррупцией – это не шоу. Она требует профессионализма, серьезности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит осознанную широкую поддержку со стороны общества. Всего хорошего! Давайте остановимся на данной истории чуточку подробнее. Это реальная журналистика. Мы строили, строили и, наконец, приплыли к теме сегодняшнего выпуска. Поехали! Вообще, конечно, мне даже самому интересно, как эта история будет развиваться, если будет и чем она в принципе закончится. Ну, хотя бы потому, что не лопаты украли и даже не армейские сухпайки 59 самолетов и вертолетов. Шутка ли? Их не просто распилили на запчасти в ангаре, еще раз, живую, дорогостоящую технику вывезли за рубеж там, продали, в том числе в недружественные страны. Как это можно было сделать незаметно? Что бы никто не знал, да еще в условиях санкций. Объясните мне тупому, я действительно не понимаю. Ну, насчет комиссии по борьбе с коррупцией я могу сказать только одно. Это дело, конечно же, руководства Государственной Думы. Вот, мое мнение таково. Уважаемые друзья, не отдавайте это оппозиции. Потому что это самая благодатная тема. И вы сами отлично это знаете. Сделайте так, чтобы борьбу с коррупцией возглавила Единая Россия в Государственной Думе. Кстати сказать, чаще всего видео с данным заявлением Дмитрия Анатольевича мои коллеги использовали как имен, да и у меня проскакивало, чего греха таить. Однако в этот раз я бы предложил взглянуть на ОНО совершенно под другим углом. Почему? Да потому что совершилось. С некоторых пор, как о том и просил Медведев, вопросы к коррупции в Госдуме курируются членами партии, которую он возглавляет, членами Единой России. Ну вот и посмотрим, насколько эффективно господа умеют работать в данном направлении. В противном случае количество упреков по поводу концентрации жуликов и прочих неблагонадежных элементов будет только расти. Какие ваши доказательства? Плюс, да, тут еще о вопросах безопасности впору напомнить. И может быть даже о госизмене есть смысл поговорить. Для тех, кто все еще не догнал, страна не в игрушки играет в данный момент. Мы почти на военном положении находимся. Во всяком случае, это следует и с заявлением первых лиц, в том числе. А высокопоставленные чиновники, значит, из государственной контролирующей структуры в это время оказываются замазанными в настолько чудовищном и грязном скандале. Как тебе такое, Илон Мас? Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Не хотелось бы, к слову, чтобы это дело на каком-то этапе рассыпалось. Не хотелось бы, чтобы следственные действия затягивались на долгие месяцы, а может быть даже на годы. Чтобы судебные слушания откладывались в какой-то долгий-предолгий ящик. И в конце концов, совершенно не хочется получить ситуацию, когда судить будут пустую скамейку. А пропагандисты в то же время лепить горбатого. А просбежали злодеи и вороги за Бугоры, ведь это уже бывало и не раз. Как же мы допустили, вот этого всего тоже не хотелось бы. И здесь мы с вами возвращаемся уже к фигуре Анатолия Чубайса, которому, к сожалению, дали все-таки возможность выехать за пределы России. Он пилил страну в 90-е. После уничтожал отечественную энергетику, помните, реформу РАО ЕС России. В нулевые стал главным нанотехнологом. Именно этот факт сейчас и привлек внимание правоохранителей. Недаром сейчас и про этого персонажа вспомнили, который всю жизнь занимал ответственные должности, но который сегодня находится за границей и прекрасно себя чувствует, между прочим, Да если бы только он один, бывший вице-премьер Дворкович и экс-помощник главы государства. На минуточку там же, за рубежом прохлаждается. Или Альфред Кох, пожалуйста, тоже в правительстве России работал и тоже на позиции вице-премьера. Илья Колебанов, еще один бывший министр и даже полпредпрезидента, также покинул страну, теперь иностранный подданный. Александр Хлопунин, еще один экс-полпред. Этот список можно продолжать еще очень долго. Я просто поплопаю. Кстати, спросить хочу, а хоть кого-то из этих людей вынесли в списки иноагентов, например? В отношении хоть кого-то из них возбуждены какие-то дела, может быть? Да в конце концов. Хоть кого-то из них песочит российская пропаганда. Ни артистов, ни блогеров беглых, типа Дани Милохина, про которых, к слову, через год-другой никто уже не вспомнит. Итого, статусные в прошлом люди, которые стали релокантами, как сегодня модно говорить, но на них пропаганда не наезжает. Тварь, мерзость, ничтожество, которым носились, как с писаной торбой. Открытым остается вопрос о лишении гражданства иностранных агентов. Эта тема обсуждается остро в нашем обществе. Я полагаю, что это, конечно, необходимо делать, но здесь очень важно аккуратно к этому вопросу подходить, не нарушив положение нашей Конституции. И действительно, те люди, которые предали нашу страну, которые сейчас льют информационные помои на Россию, которые занимаются различной дискредитацией. Да не бомбит у меня! Ты че орешь? А че они говорят, что у меня бомбит? Да мне кем бомбит? Я бомбит у меня! Я к чему об этом вообще заговорил? Да к тому, что вся вот эта вот ура-патриотическая борьба с выявлением так называемых скрытых врагов на фоне только что мною сказанного, она больше похожа на борьбу с ветряными мельницами. Разве нет? Видимость бурной деятельности, как обычно изображаем, и больше ничего, чтобы за примерами далеко не ходить. Добро из свеженького. Вот в минувшие выходные в эфире целого федерального канала НТВ вышло аж два, как будто бы документальных фильморасследования, направленных против госпожи Собчак. В интернете стали распространяться слухи о том, что журналисты Собчак помогают в распространении дезинформации и на агенту Олегу Кашину, известному своими русофобскими высказываниями. Неуязвимую и вездесущую Собчак ждут проблему куда более серьезной, нежели десятитысячный штраф, который и присудили буквально на днях. Ой, чё и б***ь это, что ли? Уже в понедельник, то есть вчера, хамомнический суд Москвы приговорил к 7,5 годам бывшего коммерческого директора медиахолдинга Ксении Анатольевны якобы за вымогательство денег у главы Ростеха Чемизова. Многие тут же заговорили, ну всё. Против крестницы Великого Корнчева объявлен крестовый поход. Надоело, она всем похожа, допрыгалась. Намекают, видимо, девицы, мол, собирай чемоданы и двигай из РФ, пока не поздно. Хотите знать моё мнение? А я не верю. Вот правда не верю, будь-то на Собчак гонения начались, да и кому она мешает? Что такого эта мадам публикует на своих медиа ресурсах, чтобы в Кремле вдруг запаниковали и объявили на девицу целую охоту? Что там охота на ведьм? А чего она такого сделала, чтобы на неё охотиться? Она что, какой-то там крупный оппозиционный деятель, что ли? Чего такое? Она сделала, что на неё охотиться надо. Господа, этот абсурд меня доконал. Господи, да там и журналистики-то как таковой нет. Нечто вроде женских журналов. Вот что из себя представляют медиа Ксении Анатольевны. Многие просто их не читали никогда даже, поэтому вот слышали звон, но не знают, где он. Ну что ж, ради такого случая я открываю нашу новую рубрику. Представься, мразь. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надёжный, блядь, как швейцарские часы. Я мыслю так. Нам, похоже, очередной реалити-шоу решили показать, идея которого продемонстрировать скрипцам, да перед выборами. Типа, в России нет неприкасаемых, даже если ты, Собчак, и на короткой ноге с самыми главными в стране. Это не является индульгенцией. Ну а дальше пошумят, покричат, повизжат, как обычно, устроив медийные разборки в стиле Дома-2 и привет родителям. Видимо, в очередной раз, повторюсь, пришла пора внимания народа переключить на что-то новенькое. А то от старых ветряных менец люди подуставать начали. Ну и вот, пожалуйста, им тогда хлеба нет, держите свежих зрелищ. Потому что, если правда хотели чего-то громкого, и по-настоящему серьёзного, не Собчачку бы в жёлтой прессе сейчас полоскали, а, например, завели дело на того же Чубайса, который, между прочим, политическую активность за бугром проявлять начал, но нас мультиками про Ксюшу кормят. Поэтому всё, переваривайте. Это была реальная журналистика сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуются. Это помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!